Февральская погода в 1942 году во время Любанской операции здесь, в деревне Малое Заможье, была примерно такая же, как и сейчас. Зима тогда выдалась холодной и снежной. С одной стороны, не у всех солдат были маскировочные костюмы, и противник хорошо видел их на белом снегу и льду. А с другой стороны, именно устойчивая минусовая температура позволила бойцам Красной Армии получать продовольствие и боеприпасы. Пути коммуникации были замерзшие, все болотные вещи были замерзшие, по льду можно было на санях тащить и пушки, и продовольствие. И как раз, когда началась весна, распутится, все ледяные дороги растаяли, и вот тогда армия полностью погрузилась в болото, и начались вот эти трагические голодные дни и отсутствие продовольствия и боеприпасов. Каждый год поисковики совершают марш-бросок в честь погибших солдат 2-й ударной армии, а также в память о первом поисковике Николая Ивановича Орлове. Идти предстоит несколько километров до места гибели Всеволода Багрицкого. 19-летний поэт, несмотря на непригодность к службе, попал в зону боевых действий в качестве журналиста. Юноша записывал рассказ офицера, когда рядом разорвалась бомба, сброшенная во время налета немецкой авиации. Часть поисковиков решили доехать до места гибели юноши на лыжах. К ним присоединилась и Елена Цунаева, ответственный секретарь поискового движения России. Такой зарок я себе дала, что я попробую поучаствовать и первый раз в жизни встану на лыжах. Потому что поход будут, ребята на лыжах пойдут, кто-то пешком пойдет, ну по-разному кто как может. Я человек с юга, на лыжах никогда не стоял, поэтому для меня это вот такое чисто личное испытание. На месте гибели Всеволода Багрицкого поисковики запустили поэтический флешмоб «Бессмертие юности». Читая стихи о Великой Отечественной войне, поисковики вспомнили о подвигах мужестве и трагедии Второй ударной армии.